Тема заделки пожневных остатков Все-таки нам нужно заделывать пожневных остатков, а не ориентироваться на сжигание, о чем сейчас многие говорят, потому что действительно урожай высокий, а следовательно и объем соломы, который мы получаем на полях, тоже очень высокий. Следовательно, возникают трудности с заделкой. Учитывая, что последние годы, летний осенний период у нас очень жаркий, то возможность переработки пожневных остатков к севу, той же самой озимой пшеницы, если озимая по озимой, или даже по яровых культур у нас проблематично из-за того, что все-таки происходит неполное разложение их. Когда же мы посмотрим на одинаковые изменения содержания гумуса в почвах с 1976 года, потому что наблюдение за гумусом, по крайней мере, в Ростовской области, в какой-то части были начаты в 1964 году, но масштабно по всей Ростовской области, это с 1976 года. Мы видим, что у нас установилось в последние 10 лет определенное равновесие, которое, к сожалению, установилось на уровне ниже оптимального значения для озимой пшеницы. Для озимой пшеницы оптимальное содержание гумуса 3,5%. Если мы посмотрим на то, что у нас действительно на данный момент есть в целинных черноземах, а это данные Персиановской заповедной степи, там содержание гумуса больше 6%. Таким образом, мы видим, что тот уровень, который сейчас установился, нас не устраивает. И нам необходимо мероприятие по пополнению именно гумусов почвы. Канта мы... Почему что не так встает? Почему не встает? Нет. Должно. Попробуйте. Нет. А там, по-своему, кликер. Тут все включено. Да. Да, вот все включено. А до этого листал, да? Ну, да, вот. Спасибо. Хорошо. Значит, что нужно, чтобы накапливался гумус? В первую очередь, нужно углерод в виде органических остатков и нороза. Без этих источников не формируется гумус. Вот эти 3,5% или 3,2%, которые мы сейчас имеем, это, по сути, не гидравизуемый остаток. Лобильный гумус, который должен и создавать структуру, который должен обеспечивать растения элементами питания, его практически нет. Для его формирования необходимы определенные условия. Так как навоз мы не вносим, посмотрите внимательно, почти 25 лет у нас внесение азота меньше одной тонны. Даже как минеральных удобрений, 100 килограмм на гектар. Это, ну, самые благоприятные годы, это 80-е, 90-е годы, вносили 3 тонны на гектар. При необходимости 6-ти тонны для диагноза баланса гумуса. Но даже и с поздневными остатками мы не работаем так, как нужно. Потому что из всех объемов, которые мы накапливаем на поле, только половину мы забелываем. То есть наполовину уменьшается поступление в почву углерода для гумуса образования. Именно этот процесс нам очень важен, когда мы говорим о забелке поздневных остатков. Да, можно думать и сегодняшним днем, можно ориентироваться на то, что при этом идет какое-то обеззараживание поля. Технически очень легко потом продолжать сев, но это задачи, которые несравнимы с тем, какой вред мы наносим именно процессу гумуса образования. Потому что действительно углерод, который должен был поступить в почву, никаким другим источником мы с вами не заменим. Ни минеральным удобрением, ни с воздухом тоже не может накапливаться. Поэтому работа с органическим удобрением, навозом, помедом и работа с пожневыми остатками. Какой результат вот этих процессов? Это превращение верхнего горизонта практически в пудру. Что происходит, когда попадают органические остатки в почву? Как идет трансформация этих веществ? Она идет за счет двух процентов. Это минерализация до конечных продуктов и гумификация до образования стабильных гумусовых веществ. Вот весь процесс минерализации, точнее процесс трансформации органических остатков занимает два года. Этому способствуют и определенные агротехнические приемы. Если заделка осуществляется сарспашкой, то усиливается процесс гумификации. Если заделка ограничивается поверхностными обработками, то, к сожалению, усиливаются процессы минерализации. То есть, по сути дела, мы не работаем на правдородие почвы. Какой вывод из всей этой ситуации? Обязательно грамотная заделка пожневных остатков. Общая схема заделки соломы выглядит таким образом. Обязательно измельчение. Измельчение до определенного размера. Обязательно, что в процессе измельчения какой-то процент соломы должен быть расщеплен. То есть, подготовлен к разложению. Обязательно равномерное разбрасывание соломы. Внесение азотных удобрений. 10-15 кг действующего вещества на тонну соломы. Плюс к этому. Это могут быть самые разные формы удобрения. Вы видите, аммиачные селитры, сульфат аммония и КАЗ. Добавляем гуматкалия. Добавляем при достаточном количестве влаги обязательно микробиологические удобрения. Дальше. Следующий прием, который тоже входит в эту систему. Это обработка дисковой барабоны на глубине 18-12 сантиметров. И не более чем через 2 дня после проведения всех этих процедур и после уборки. И заделка плугом при достаточном накоплении влаги в почву. Есть особые определенные нюансы, которые связаны с тем, под что дальше идут поля. Если поля идут под неровую культуру, то обратите внимание, здесь менее грубое измельчение пожневных остатков. То есть размер от 50 до 100 миллиметров. Здесь смесение азотных удобрений из расчета 10 килограмм на тонну соломы. То есть самая минимальная конденсационная доза. Обработка дисковой барабоны на глубину 5-7 сантиметров. Через 2 недели культивация на длину 8-10 сантиметров. Смесение микробиологических удобрений при достаточном количестве влаги. И дальше отмальная вспашка. Образите внимание, при наступлении достаточной влажности, обеспечивающей оптимальное реховление. То есть тогда, когда действительно мы не будем формировать глыбистую структуру, тогда мы только приступаем к вспашке. Это октябрь, это ноябрь. Когда мы уже говорим о заделке соломы при подготовке парма, как предшествии микозина пшеницы, здесь нюансы следующие. Более грубое измельчение 150-200 миллиметров достаточно будет. Также у нас есть минимальная компенсационная доза. 10 килограмм на тонну соломы в действующем веществе. Дисковое рогущение в 1,2 следа на глубину 5-7 сантиметров. И отвальная вспашка уже на глубину 20-25 сантиметров осени при наступлении достаточной влажности. То есть те же самые критерии. Мы должны перевернуть пласт разрыхленный, чтобы равномерно заделать те уже начавшиеся разлагаться пожневные остатки. Почему нужны два этапа? Потому что на первом этапе мы, по сути дела, обсыпаем органические остатки почвой, которая в адсорбированном состоянии содержит микроорганизмы, и запускаем процесс разложения, именно минерализацию. А вот когда мы опускаем это на глубину 20-25 сантиметров, у нас уже идут процессы гумификации. Весной покровное оборонование, первая культивация на 10-12 сантиметров, а дальше последующая культивация с постепенным уменьшением глубины, так как мы готовим паровой предшественник под озимую пшеницу. Зароденка, если озимой пшеницы под озимой культурой при полупаровой обработке почвы. Вот это тот вариант, когда у нас озимы идут по озимой. Что здесь? Мы менее грубую делаем измельчение соломы, менее грубая, то есть длина 50-100 миллиметров, так как и под яровые культуры. Здесь мы вносим весь комплекс азотных удобрений, но увеличиваем дозу компенсационную до 15 килограмм на тонну соломы, добавляем гуматы, добавляем микробиологические удобрения. Опять же, вы видите, везде у меня предостаточное количество влаги, иначе микробиологические удобрения работать не будут. Конечно, если есть возможность, можно их нести во второй этап, когда появится влага, но их присутствие действительно поможет активнее переработать пожневные остатки. Все эти мероприятия проводятся в течение 1-2 дней после такого, как прошла уборка. И отвальная спашка, но уже на 20-22 сантиметра, опять же, при достаточном выкреплении влаги в почве комбинированными агрегатами. Это очень важное условие. В следующем вопросе я немножко поясню, почему это. Для проведения спашки все-таки должны условия, когда мы не формируем глыбистую структуру, а все-таки у нас нормальное происходит рыхление почвы. Тогда вот вся эта процедура, которую мы проводим, она действительно поможет и подготовить почву под посев, и уже запустить процесс минерализации и гумификации на глубине 20-22 сантиметра, что потом дальше как раз будет играть не на интоксикацию проростков альбина пшеницы, а наоборот на актеризацию их роста. Как организовать все фазины пшеницы, если нет шансов на разложение пожневных остатков? Здесь, опять же, мы используем более мелкое измельчение пожневных остатков и оставляем на поверхности, как мульчу. Мы не проводим лущение, потому что у нас нет влаги, у нас сухо вверху, у нас никакие не сработают компенсационные дозы в период этой операции, и мы просто еще больше иссушим этот поверхностный слой. Дальше сев альбина пшеницы проводим с селкой для прямого села при достижении запаса влаги в слой 0,20 см, 15-20 мм. И уже перед посевом на солому мы вносим КАЗ и гуматкария из расчета 15 кг на 1 тонну соломы. То есть мы начинаем активизацию процесса разложения параллельно с севом, потому что если мы начали сев, значит у нас достаточно влаги. При посеве, то есть это предпосевную культивацию, мы вносим азотное удобрение на солому, при посеве мы вносим фосфор, содержащий 20-25 кг в действующем веществе по фосфору. После появления всходов, это стадии 3-4 листа, и для начала кущения само развитие растений нам покажет, и температурный режим нам покажет. Мы проводим подкормку азимой пшеницы удобрения, это аммиачные селитры в дозе 30-34 кг на гектар в действующем веществе под борону мотыгу. Именно то, что мы это делаем под борону мотыгу, мы должны ориентироваться на состояние растений, чтобы не поранить эти растения. Что делает этот азот? Этот азот будет работать именно в форме аммиачной селитры на дальнейшее развитие растений и на утилизацию для разложения пшениных остатков. В этом случае необходимо отметить наличие на полях повышенной численности жужжевицы и зернового клеща. То есть на вот этих полях особо внимания защитных мероприятий. Следующий вариант – это использование соломы и стерни в борьбе с эрозией почвы. Солома и стерня, которые остаются на поверхности, они определенным облаком благоприятно влияют на впитывание воды, уменьшают опасность поверхности востока и ослабляют испарение. Что для этого нужно? Поля на ветроударных склонах и склонах к летузной более 3 градусов культуры размещать кулисно. Именно здесь стерня и солома сыграют ту роль, которая ей определена в борьбе с эрозией. Ширина кулис определяется длиной склона. Кулисы, составленные стернёй, равномерно распределяются пожненные остатки. Здесь измельчение грубое – 150-250 мм. И вот в таком виде, как мульча, в этом случае в два раза задерживается скорость ветра и полностью задерживается поверхностный ток. Вот именно на этих кулисах, где у нас остается стерня и пожненные остатки, нужно вести глубокую обработку с максимальным сохранением стерни. То есть это чрезеревание, это использование плоскорезов. То есть нам нельзя оборачивать пласт и нельзя ничего перемешивать. В ООО Светлого Кашарского района с 2017 года уже применяет именно такое кулисное размещение культур для того, чтобы бороться с эрозиями. Вот на более крупном изображении мы чётко видим, как кулисы перегораживают поверхностный сток. В этом и составляет роль соломы и стерни в борьбе с эрозией. Если всегда ли стоит упаковывать пожненные остатки в почву? Для решения этого вопроса необходимо прежде всего определить объём той побочной продукции, которую у вас находят. Соотношение зерна к соломе в озимой пшенице один к одному. То есть 6 тонн получили урожай, значит 6 тонн вы получили соломы. И в этом случае планировать технологию заделки соломы целесообразно при объёмах на 5 тонн. Это аксиом. При количестве соломы более 5 тонн целесообразно не запашка её под пар и зяк при использовании минимальных компенсационных доз. Только в крайнем случае можно использовать ту рекомендацию, которая была под озимой пшеницей при обработке по технологии полупара. Возможно, если будет очень сухой год, и даже эта технология не поможет. И всё-таки минерализация пожневных остатков пройдёт не полностью и будут сложности и со всходами, и с интенсикацией при сходах озимой пшеницы, озимой поозимой. То есть желательно исключать эти варианты. Как не получить слоёный пирог при заделке соломы? Строго соблюдать размеры измельчения соломы в зависимости от использования поля, соблюдать глубину последовательных обработок почвы, обеспечить равномерность распределения измельчённой соломы по полю, вносить конденсационные дозы азотных удобрений, стимуляторов и микробиологических удобрений с учётом влажности почвы. На почву тяжёлого гранулометрического состава при засухе не рекомендуется проводить лоружение пожневных остатков. Солом оставляют на поверхности как мульчу, а заделывают её после выпадения осадков с пашкой при подготовке пара и зябрь. Это очень важно. То есть если у вас намечена была озимая пшеница на полях, где у вас тяжёлый гранулометрический состав, и у нас июнь, август, сентябрь сухие, в этом случае меняйте структуру посевных площадей. Иначе на этих территориях, при той урожайности, которую мы имеем сейчас, это будут проблемы. Бывают проблемы и с севом, проблемы со всходами, и проблемы с уходными работами, потому что всё это единая цепочка. Какие альтернативные есть варианты использования соломы? Ну, можно, конечно, складировать на краю поля, но это очень трудоёмкие операции. Они, в общем-то, на данный момент достаточно затратны, и этого никто не выполняет. А второй вариант – это сжигание. Вот он очень привлекает. Но обратите внимание на ту информацию, которая есть на слайде. Не решает он проблем борьбы с вредителем. У нас вредители, особенно жуки, хлебные и жужелицы, они уходят вглубь, они всё-таки прячутся от огня. А посмотрите, в 10-сантиметровом слой идёт потеря влаги, потом вы её не восстановите никак. А это как раз условия сева. Выгорает гумус на глубину 0,5 сантиметров. То есть те негативные факторы, которые мы имеем от сжигания, они никак не перекрываются вроде бы как положительным влиянием, что после сжигания мы наблюдаем увеличение урожайности, меньше заболеваний. Но давайте поставим на чашу вредцов одно и другое. Или мы усугубляем ситуацию со структурой, содержанием гумуса и дальше ставим под вопрос стабильность получения урожая. Или мы всё-таки используем другие приёмы для борьбы с вредителями, тем более они у нас есть. И очень хорошо отработаны эти технологии. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Георгиевна. Есть ли вопросы? Присутствующие. Тогда я буду задавать. Ольга Георгиевна, правильно ли я поняла, что если мы с поля пшеницы с гектара, то сеть пшеницу не надо на этом поле? Значит, смотрите, мы смотрим на то, как складывается температурный режим и самое главное, как складываются увлажнения. Например, в прошлом году мы даже рекомендовали классическую заделку пожневных остатков, потому что можно было провести вспашку, можно было ожидать активное раздражение пожневных остатков и даже при таком количестве соломы, которая остаётся на поле, больше пяти тонн. Но если у нас засушливый период, то тогда обязательно нужно менять структуру посевных площадей. В рекомендации все во пшенице по пшенице Вы отметили, что нужно внести касс перед посевом, а после посева уже селитр. Почему именно касс? Нет, нужно потому, что, во-первых, это жидкое удобрение, оно сразу же на солому. Там вносится касс именно на солому. Это предпассивная культивация, в период, там не будет культивации, потому что у Вас прямой посев. Перед посевом Вы должны внести в касс, таким образом Вы провоцируете развитие микроорганизмов. Да, там в воздухе не столько микроорганизмов, сколько в почве, но дав дополнительное азотное питание, Вы всё равно запустите процесс разложения. И это тот минимум, который возможен. Дальше, когда Вы осуществите сел, сел осуществляется с фосфорсодержащими удобрениями. Там есть определенная доля азота, но её не хватит для того, чтобы обеспечить азотным питанием проросту. Поэтому, после появления всходов, опять же, учитывая, что мы рекомендуем ротационную сбору, если есть более щадящие какие-то орудия, агротехнические для этого приёма, пожалуйста, может быть, потому что чем раньше будет внесён азот после появления проросток, тем, учитывая, что уже появилась влага, и у нас ещё есть благоприятный температурный режим, температура в это время где-то 15 градусов, мы можем запустить более активный процесс разложения соломы, и в то же время поддержим растения азотным питанием. Поэтому вот такая последовательность. Вот ещё тоже вопрос. Вы, когда первую схему демонстрировали по разложению, там были перечислены сульфат аммония, да, если не ошибаюсь, селитра или касса. Как выбрать азотное удобрение в этом случае? В этом случае по экономике вам подскажет, и то, что у вас есть. По сути дела, все формы этих удобрений именно для этого этапа, для этой операции, они подходят. Всё зависит от того, сколько будет стоить касс, сколько будет стоить сульфат аммония. Сейчас сульфат аммония очень дорогой, поэтому, скорее всего, что будут использовать то, что есть в хозяйстве. А вот, когда мы говорим о внесении попсхода, вот там нужна аммиачная селитра только. Почему? Потому что там нитратная форма, которая сразу поглощается растением. Она поглощается не только растением, но и микроорганизмами. Поэтому здесь эта форма единственная, которую можно использовать. И вот, исходя из этого, можно на этапах заделки использовать различные формы, а аммиачную селитру сохранить вот для этого приема. Ольга Георгиевна, я ещё уточню, вот по первому слайду Вы показывали эти столбики и отмечали, что только половину соломы заделывают. Что Вы имели в виду? Это на половине полей проходит обработка или так плохо обрабатывают, что остаётся на поверхности? Нет, 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 это на половине, ну не на половине, где-то на две трети полей идёт заделка. Но где-то заделка идёт классическая с тем, что мы обеспечиваем процесс гумификации, а где-то она идёт просто поверхность. То есть мы тогда теряем углерод в процессе минерализации. Поэтому я вот сделала вот такой вот. Это по данным наших агрохимической службы, которая ведёт учёт заделки пожневных остатков на всей территории. Ольга Георгиевна, но Вы всё-таки сторонник стерню заделывать и поглубже при наличии влаги. Да, при этом чётко ориентироваться на свои технологии, чётко выдерживать структуру силы оборота, потому что всё это работает на то, чтобы действительно сохранить тот потенциал, который создан природой на нашей территории. Спасибо. Так, у кого больше вопросов не появилось? Вы про детскую ворону вспомнили. Да. Надо бы её похоронить совсем, чтобы... Ну, иногда просто её невозможно похоронить, потому что это приём, который поможет действительно более или менее подготовить. Если Вы предложите другие орудия, вот я знаю, что будет вопрос о агротехнических орудиях для заделки, с удовольствием бы услышу и буду рекомендовать. Но на каких-то этапах Вы видите, что мы рекомендуем лучевники, на каких-то дисковые бороны, вот, пока мы от них отказаться не сможем. Потому что та степень разделки, которая достигается дисковыми воронами, она всё-таки в некоторых случаях нас устраивает. Ну, по разделке почвы, конечно, вопросов не будет от дисковой бороны, чем она хорошо довольно разделает. Крошение у неё великолепное. Но ведь Вы же знаете, как никто другой фактор, о котором никто не говорит, в принципе, в производстве об угла в водополощающих способностях почвы. Совершенно верно. И я не зря картинку привела, где у нас вот этот слой 14 сантиметров, он просто распылён. Это благодаря дисковой бороне? Ну, опять же, потому что мы стали её использовать везде. Вот. То есть, опять же, к орудию нужно подходить с точки зрения его функционала и задачи, которые должно это орудие решить. Когда мы начали тотально использовать дисковые вороны, да, мы пришли вот к такому результату. И теперь, к сожалению, нам нужно искать механизмы устранения этой причины. А это вынесение органических удобрений, навоз, помёд. Да, у нас его нет, но задачу создания органических удобрений на основе помёда, навоза, органических остатков, эту задачу нужно ставить и организовывать. И не зря вот в концепции развития мероприятия по сохранению плодородия почв, которая была принята у нас в прошлом году в Ростовской области, центральным мероприятием было это организации, систему производства органических удобрений. Не просто навоз, который имеет высокую влажность и его внесение ограничено 12-12 километров, а именно это должны быть сухие, гранулированные органические удобрения. Их доза внесения не должна составлять 50-30 тонн, она должна быть там, может быть, 5-10 тонн, и они должны перевозиться на большие расстояния. Вот это тот инструмент, которым в будущем поможет нам решить проблемы с диспригацией верхнего горизонта и восстановить агрономическую ценную структуру для наших полей. Без нее мы не повысим влагоемкость наших почв. А, следовательно, в меняющихся вот этих климатических условиях у нас под угрозой и стабильность урожая, которую мы вот сейчас получаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!